Сегодня в рождении изобретения. Магайвер от медицины игрушки разбирает и жизни спасает. Как преуспел продавец Рон Паппейл. Кто рано встает, тех научат писать код. Рисование трехмерное, вещь закономерная. И изобретатели завтрашнего дня. Ты устроила демонстрацию продукта в автобусе? Нужно взять эту штуку и поместить ее в щель сидения. Вроде того. Да? Я Элли Орт. Я объехала всю планету, чтобы познакомиться с изобретателями, мечтающими сделать мир лучше. Присоединяйтесь, и мы вместе будем исследовать мир гениальных и удивительных изобретений. Рождение изобретения. Мне жаль это говорить, но вы пропустили классику телевидения. Конечно, и сейчас есть отличные шоу. Реалити-шоу. Мы наслаждаемся их чудесами. Но много лет назад был Макгайвер. Настоящий Макгайвер. Он мог сделать ракету из жвачки и расчески и спасти на ней мир. Но сегодня вам повезло, ведь мы нашли нового Макгайвера в медицине. А я говорила о магазине игрушек. Вот вы и заинтересовались. На работе Хосе Гомес Маркес как ребенок в магазине сладостей. Точнее, в магазине игрушек. Его задача – разбирать игрушки, а потом, после мозгового штурма и работы в лаборатории, собрать детали воедино, подарив им новую жизнь в медицине. В лаборатории мини-устройств изучают, как принцип «сделай сам» и дизайн влияют на защиту здоровья. Как сделать так, чтобы каждый, если нужно, мог обеспечить себя медицинскими изделиями. Игрушки есть везде. Одни и те же игрушки есть в Кембридже и в Бостоне. Их же можно найти в Монагуа или в Никарагуа. Он превращает игрушки в инструменты, спасающие жизни. Из дешевых товаров массового производства он делает медицинские приборы, которые могли бы стоить тысячи долларов. Он – Макгайвер от медицины. Совсем рядом один из любимых магазинов игрушек – Хосе. Начинается чудо трансформации. Он пригласил нас понаблюдать. Итак, Хосе, покажи, как ты выбираешь игрушки. Ты делаешь это не как все. Это все равно весело. Я смотрю на игрушки и изучаю их механизм. Задаюсь вопросом, что тут есть полезного. Вот здесь, к примеру. Из этого фонарика можно что-нибудь сделать? Да, еще бы. Это оптоволокно. Вообще, оно весьма дорогое. А такие штуки есть где угодно. Выбирать игрушки с Хосе очень интересно. Мы на все смотрим глазами инженера. Это волшебный песок. Из него можно делать формы для протезов. Для людей, потерявших конечность. Хосе готов все применить для медицины. Спасибо. Пока. Здорово. Да. Держи. Пойдем творить. Для лаборатории пара шагов. Здесь Хосе и его команда превращают игрушки в вещи, спасающие жизни. Так, Хосе, что можно сделать с этим фонариком? Можно подключить его к камере. Ты отрежешь усики? Отрежу, но сначала разберу. Я прикладываю палец. Подсвети мой палец. Тут видно, что свет проходит. Да, свет проходит насквозь. Виден пульс в моем пальце. Его можно измерить с помощью оптоволокна. Круто. Оптоволокно, взятое с игрушки, можно использовать для диагностики. Круто. Классно. Если добавить инфракрасный свет, то можно диагностировать серьезные заболевания, например, пневмонию. Это лишь один пример творчества Хосе и его команды. Эта штука концентрирует солнечную энергию в одной точке. Можно установить барокамеру, и тогда мы сможем стерилизовать хирургические инструменты. У нас будут чистые инструменты в любом месте, где бы мы ни были. Неплохо. Это устройство обошлось всего в 300 долларов. Такое же промышленное может стоить до 28 тысяч. Эти устройства и ноу-хау уже затронули жизни людей во многих странах и многих городах Америки. Хосе и его команда не только сами делают инструменты, они еще и вдохновляют других. Нас очень радует, когда кто-нибудь звонит нам, или мы навещаем кого-то в больнице, и нам говорят, вот что мы сделали. Давайте подумаем, как это улучшить. Это потрясающее чувство. Я говорю студентам, надо творить, развлекайтесь, и что-нибудь точно придет в голову. И ты каждый день радуешься работе? Практически. Правда? Я верю. Я верю. Вокруг тебя игрушки. Смотрите далее. Важно и изобретать, и уметь продавать. На уроки ходим, потихоньку кодим. Линия растянется, жаль, до неба не дотянется. А теперь факты отели. Мы много времени проводим за рулем и на прогулках, ожидая, когда загорится зеленый свет. А кто изобрел первый трехцветный светофор? Таксист из Нью-Йорка? Таксист из Нью-Йорка? Механик из Майами? Или полицейский из Детройта? Ответ скоро узнаем. А вы притормозите пока. Мы вернулись. Сначала светофором управляли вручную. И лишь на одном перекрестке. Но год спустя, в 21-м году в Детройте установили изобретение ПОЦА «Автоматические светофоры на 15 перекрестках». И вскоре такие светофоры распространились по всему миру. И это факт от Элли. Разумеется, самым плодовитым изобретателем, обладателем множества патентов считается Томас Эдисон. Но один современный изобретатель и рекламщик готов с ним посоперничать. Познакомьтесь с отчимом изобретении. Стоп! Это не все. Леди, джентльмены, я покажу вам лучшее в истории приспособление для кухни. Его голос, интонации. Взгляните, как аппетитно. И каждый проданный товар на долгие десятилетия сделали Рона Попейло иконой телевизионной торговли. У него больше патентов, чем можно сосчитать. Его изобретения вкупе с уникальным стилем продаж сделали его легендой. Я встретилась с Роном у него дома в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Здесь все пути ведут к изобретениям и на кухню, где, кстати, стоит самая большая в мире коллекция оливкового масла. Серьезно, загляните в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас Рону 81 год. Свои продажи он начал еще подростком. И когда в 50-х годах телевидение пробралось в каждый дом, Рон Попейл и его товары сделали то же самое. А теперь я покажу вам лучшую функцию этого аппарата. Рон мог изобретать, мог продавать, а мог делать и то, и другое. Вскоре его товары стали популярны. Это и мистер-микрофон, и установщик-страсс, и универсальная терка. А какие у него были слоганы? Я подхожу, закрываю и забываю. И забываю. Стоп, это не все. У Рона Попейла много интересного. У вас изобретения из разных областей, но многие из них связаны с кухней. Вы любите готовить? Да, я вырос на кухне у бабушки. Я учился у нее готовить, учился убирать. Мы были бедны. Я ел куриные лапки, шейки, печень. Самое дешевое, но я привык, мне даже нравилось. У вас есть любимое изобретение или выбрать невозможно? Есть любимое. Взбиватель яиц в скорлупе. У меня была беда. Я ужасно не любил белки яиц. И я придумал машину с иголочкой. Иголка проникала в яйцо. Яйцо нажимала на кнопку. И иголка начинала вращаться с большой скоростью. Она смешивала белок и желток в желтую массу. Но больше всего Рон известен своей машиной для курицы гриль и барбекю. Он все еще ищет способы готовить птицу идеально. И продолжает. Перед перерывом мы спросили, как работал первый дистанционный пульт от телевизора. Если вы ответили с помощью света, то вы правы. В 1955 году инженер компании Zenith Electronics Юджин Полли изобрел первый пульт дистанционного управления. Он испускал луч света на ресиверы на четырех углах экрана телевизора. Этот луч переключал каналы, менял звук, включал и выключал телевизор. Его назвали Flashmatic. Однако Zenith быстро отказался от революционной технологии в пользу звуковых волн, поскольку солнечные зайчики тоже переключали каналы. И это факт от Элли. Будем откровенны. Некоторые знания нам никогда не пригодятся. В лагере скаутов я научилась вязать узлы, но мне ни разу в жизни не пришлось вязать узел баранья нога или выблиночный. Но одно мы знаем точно – компьютерные технологии мы будем использовать повсеместно, и поэтому почти наверняка нам придется нелегко без умения писать коды. Глядя в будущее, что вы видите? Молодежь, которая станет лицом и пульсом завтрашнего дня. Зная, как важна компьютеризация в любой сфере, одна некоммерческая организация старается сделать так, чтобы каждый ребенок овладел хотя бы начальными навыками в информатике. Это Хадди Портови. Он сооснователь некоммерческой организации Code.org. Она находится в Сиэтле, штат Вашингтон. И я встретилась с Хадди прямо в штаб-квартире. Привет! Привет, я Хадди. Я Эли. Code.org стремится сделать информатику таким же обычным элементом школьного расписания, как биология и химия. Три четверти американских школ не преподают информатику, но ее необходимо вести. Этим мы и занимаемся. Организация, созданная в 2013 году, не только обучает учителей преподаванию информатики, но и предлагает бесплатные уроки онлайн, чтобы любой мог подключиться и начать учиться писать коды. Начали они с онлайн-учебника «Час кодирования». «Час кодирования» — международная программа, позволяющая ученикам любого возраста, полуэтнической принадлежности попытаться за час понять, что такое информатика. Уже 100 миллионов человек приняли в ней участие. И это здорово. У людей есть стереотипы. Многие думают, это не для меня. Цель нашей программы — разрушить этот стереотип. Думаешь, у всех есть к этому способности? Все любят что-то создавать. А информатика — это, по сути, решение головоломок на пути к созданию чего-то нового. Хадди говорит, что они уже обучили более 10 тысяч преподавателей, а поскольку онлайн-курсы бесплатные, школы и учителя тоже подключаются к программе. Когда информатика будет преподаваться во всех школах страны, наше дело сделано. Больше всего Хадди любит посещать школы и говорить с учениками об информатике. Когда мне было 10, папа принес домой компьютер. Тогда они были очень большие, игр на нем не было. Папа сказал, вот тебе книга, прочтешь ее, сам напишешь игры. И я научился сам. Хадди вырос в Иране, затем окончил Гарвард, построил карьеру в области высоких технологий, а затем вместе с братом Али запустил проект Code.org. Поддержка была со всех сторон, от профсоюза учителей, от политиков, от звезд. Все считают, что это отличная идея, и для нашей страны, и для мира. Какой совет ты бы дал тем, у кого есть похожие идеи, кто хочет также менять мир? Я бы посоветовал бросаться в дело с головой. Для успеха очень важная идея «иди и делай». Мало кому удавалось добиться успеха мелкими шажками. Хадди и его брат Али окунулись в дело ради общественной пользы. Но все же любое дело начинается с первого шага. Или на языке будущего с первого клика. Смотрите далее. Ручка поднимается, чернила вытесняются. Смотрите в рождении изобретения. Мы об этом не задумываемся, но... Воздух — полезная штука. Во-первых, можно дышать. Без него было бы сложно. А еще мы в нем летаем. Бывают воздушные гитары, а теперь воздух может быть холстом. Да, на нем можно рисовать. Сейчас увидите. Скажите, когда вы должны кого-то слушать, вы ведь тянетесь за ручкой и бумагой, рисуете за корючки. Это называется рисовать машинально. Такие рисунки помогают сосредоточиться, а кто-то считает это своего рода медитацией. Такое рисование двухмерно. То есть так было, пока Максвелл Боук и Питер Ди Лорд из бостонской компании «Обл Оркс» не придумали инструмент для трехмерного рисования — ручку 3D. Мы пообщались с Максвеллом Боуком из нашего штаба в музее Генри Форда в Мичигане. Максвелл, спасибо, что присоединились! С чего начался этот проект? Наш 3D-принтер, на котором мы создаём игрушки-роботы, сломался и пропустил один слой при печати. Они печатают слой за слоем. Он пропустил один слой, но продолжил печатать. Работа шла 8 часов, мой напарник был зол, он сказал, вот взять боголовку из принтера и заполнить это место. Ну почему так нельзя? И мы подумали, а ведь можно. У меня здесь самая первая версия этого устройства. Как видите, это совсем не то, что мы назвали ручкой 3D. Ручка подключается к розетке, нагревается, и цветные пластиковые палочки переплавляются в любые образы, от абстрактных картин до обрисовки линий с бумаги. Эта ручка даёт новичку или художнику большой простор для творчества, и творения бывают очень сложными. Спасибо, что был сегодня с нами. Через минуту изобретатели завтрашнего дня. Мы продолжаем. Изобретатели и новаторы, которые сформируют будущее вокруг нас. Эти талантливые ребята смогли впервые показать свои идеи на научных конкурсах в школе. Они изобретают завтрашний день. Изобретатели завтрашнего дня. Рядом со мной Эмили. Мы на выставке изобретений в Музее инноваций имени Генри Форда в Детройте. Поговорим о твоём изобретении. Переносном ремне безопасности. Эмили, объясни, что это? Как работает? Это портативный ремень безопасности, который можно носить с собой в рюкзаке. В рюкзаке? Из чего он? Из трёхмиллиметровой полоски металла я вырезала планку, покрасила в красный цвет. Резиновая краска усилила сцепление. А как он крепится к сидению? Вы знаете, что в креслах автобусов есть щель. Вы просто берёте железку и проталкиваете в сидение, поправляете и вытягиваете ремень. Готово! Ты опробовала его и подумала. Есть! И это классное чувство. Было приятно увидеть, что моё изобретение работает. Ты устроила демонстрацию продукта в автобусе? Нужно взять эту штуку и поместить её в щель, в сиденье. Вроде того. Да. А вот это? Это первая модель? Это первый прототип. Он тяжёлый, неудобный, весит килограмма два. Мне он не понравился, и я решила его улучшить. Это потрясающе. Ты молодчина. Ты очень увлечённый человек. Я тобой горжусь. Молодец. Дай пять. Спасибо, что были со мной сегодня. Я Элли Орт. Увидимся в следующем выпуске программы. Редактор субтитров А.Сёмкин Это Матильда. Вроде бы обыкновенная девчонка-подросток. Но она любит повеселиться. Кстати, у нас в семье все такие. Её папа лучший на свете повар. И это семейное. Как и умение веселиться. Им никогда не бывает скучно. Они вечно поют и танцуют, и подшучивают друг над другом. Смотрите сами. Это Матильда и остальные Рамзи на канале «Довинчи». Привет, сестрёнка. О, нет. Сюрприз. Новый сезон ужасных историй уже начался. Мы вновь отправляемся в прошлое, чтобы увидеть, как тогда жили люди. Будет весело и интересно. Вам наверняка любопытно узнать, как всё было на самом деле в далёком прошлом. И скоро мы это выясним. Смотрите новый сезон ужасных историй на канале «Довинчи». Академия IT. Выход из цикла. Диджеи точно много знают о циклах, ведь из них состоит любой их трек. Цикл — это алгоритм действий, повторяющийся при определённых условиях. Диджеи соединяют музыкальные циклы разных инструментов или целых песен.